МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десять лет наводнений. Почему подвалы домов на улице Зелёной постоянно затапливает и когда проблема исчезнет? В России жить можно, но это большое приключение. Греют руки у вечного огня и не понимают, зачем в общественном транспорте кондукторы, как и зачем иностранные волонтёры, осваиваются на вятской земле. Вокруг стройки, что вот-вот начнётся в парке рядом с дворцом Мемориал, появились новые слухи. Жители соседних домов уверены, строят там не спортивный центр, а торговый. А ещё утверждают, границы участка под застройку неожиданно расширили без всяких на то разрешений, вырубили десятки деревьев. Стройка, что вызвала в Кирове бурный общественный резонанс, обросла множеством домыслов, что правда, а что нет. В материале Лена Чехомовой. Вот мы находимся сейчас вот тут. Сегодня и строитель, и заказчик, и руководство строительного департамента области, все на месте стройки, пытаются донести до кировчан, здесь всё законно. Для доказательства кипа бумаг и чертежей, результаты проверки прокуратурой. По ним ясно, никаких торговых центров здесь строить не будут. Это зона отдыха, и требования к строительству здесь жёсткие. В рекреационных зонах допускается размещение объектов физкультуры и спорта для занятия физкультурой и спорта населением города. Всё, иных объектов в рекреационных зонах при установленных регламентах размещать недопустимо. Застроить эту часть хотят многие фирмы уже несколько лет. Но ни офисы, ни клубы здесь возводить власти области не разрешали. А вот спортивный объект рабочая комиссия после публичных слушаний одобрила. Ещё и по той причине, что других спортивных центров с такими услугами в этом районе нет. Комплекс с бассейном, тренажёрные залы и залы для проведения групповых мероприятий. Кировчане жаловались, разрешение на строительство не получено, так почему строят? Специалисты отвечают, спортивный центр ещё и не начали возводить. Идут подготовительные работы. Документы в порядке. У нас есть ордер, полученный в Ленинской администрации города Кирова, на производство сооружения, так сказать, временных. То есть это дороги непосредственно под строительство и забор. Всё. Мы по ним и работаем. Другие жалобы были связаны с незаконным захватом территории и вырубкой деревьев. Строители отвечают, площадь, обнесённая забором, застроится не вся, а лишь на одну треть. Что касается деревьев, заказчик отвечает, площадка не была засажена, здесь выгуливали собак. Срубить пришлось 9 деревьев. Сегодня ночью на заборе у стройки появилось много новой информации. Однако, правы ли авторы всех этих слов, решает для себя каждый сам. После того, как узнает все данные об этой стройке. Елена Чехомова, Данил Кочкин. Бюро новостей. Сегодня во всём мире особое внимание уделили тем, кому поставлен диагноз сахарный диабет. День борьбы с этим недугом прошёл и в Кирове. Людям рассказывали о причинах заболевания, а ещё подарили возможность бесплатно и без очередей проверить своё здоровье. Специальный тест прошла. Екатерина Зубарева. Бесплатно проверить уровень сахара в крови и узнать, есть ли риск заболеть диабетом, смогли сегодня все желающие. В одном из торговых центров Кирова врачи-эндокринологи провели акцию. Несколько минут специалисты с помощью специального прибора-глюкометра измеряют уровень сахара в крови. Если вы делаете анализ натощак и цифры на экране больше шести, значит нужно пройти консультацию у врача-эндокринолога. Кстати, по статистике при первичном обследовании у шести человек из ста выявляют сахарный диабет, когда люди даже не подозревают о своей болезни. Во Всемирный день борьбы с диабетом такое обследование прошли больше двухсот кировчан. Среди них и Евгений Полубоярцев. Уровень сахара он сегодня измерял впервые. Так как раньше здоровье не подводило. Пройти обследование решил из-за плохой наследственности. Мать умерла от сахарного диабета в 87-м году в возрасте 62-х лет. А сейчас мне исполнилось 62 года в марте месяце. Из-за этого я решил. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот скажите, пожалуйста. Задать вопросы врачам кировчане смогли и по телефону. В городе работала горячая телефонная линия. Тем, кто звонил, медики объясняли, вызвать сахарный диабет может ожирение, неправильное питание и вирусное заболевание. Говорили и о том, как выглядят люди, что попадают в зону риска. Женщина. Женщина после 50-ти полная. У которой кто-то из родственников болел с сахарным диабетом второго типа. И чаще всего это люди не физической работы. Для тех, кто о сахарном диабете знает не понаслышке, прошло открытое занятие в школе здоровья, которое организовали в седьмой больнице. Послушать лекцию о самоконтроле и современных лекарствах пришла сюда и Галина Зыкова. С диабетом женщина живет больше 15 лет, но к своей болезни относится спокойно. Я с ней не борюсь, я с ней живу, я с ней дружу. И все. Как с любой болезнью. Тем более такая тихая болезнь. Это болезнь, это не астма, где можно задохнуться. Как показывает практика, кировчане о сахарном диабете знают мало. Поэтому врачи советуют посещать больным такие школы здоровья. Как попасть на урок, можно узнать на сайте больницы номер 7. Екатерина Зубарева, Александра Летова и Даниил Кочкин. Бюро новостей ДАВИЧа. Где искать ответ на свой вопрос, жители домов на улице Зеленой не знают. Вот уже 10 лет, в преддверии зимы, они переживают, не придется ли мерзнуть в своих квартирах. В одном из дворов района Дружба, по словам местных жителей, каждый год ведутся раскопки, но не для того, чтобы отремонтировать трубы, что отвечают за тепло. Почему один и тот же двор раскапывают ежегодно, в следующем материале выпуска. Жители Зеленой улицы уже второй месяц наблюдают раскопки и затопления у себя во дворе. По их словам, никаких ремонтных работ здесь не проводят. Траншеи вырыли, а эти голые трубы беспокоят жителей. Скоро зима. Ой, думаю, что все замерзнет, и все трубы порвутся. И не будет отопления, не будет горячей воды. А главное, замечают жильцы соседних домов, такая ситуация здесь каждый год весной и осенью. И уже 10 лет. Наши ЖКО и теплосети, они друг на друга ссылаются. То у них виноват, мы концов не можем найти. Жильцы проверяют, нет ли снова воды и в подвале. Хорошо, что ее накануне откачали. Земля здесь до сих пор сырая. Слесарь дома объясняет ситуацию. Это Грибоедова улица. Там дом номер 30 стоит. У домера номер 30 порвало теплотрассу. Где-то вода выход нашла, она идет через СТП и, видимо, поступает сюда. Эти данные подтверждают и сотрудники пресс-службы теплоснабжающей компании. А также говорят, дефект у дома по Зеленой 28 устранили. На следующей неделе начнут работы по благоустройству. Елена Чехомова, Данил Кочкин, Бюро новостей Давича. Приятные сюрпризы в ближайшее время ждут и кировских таксистов. Для них закупят видеорегистраторы и рации. Так в городе начнут реализовывать новый проект по обеспечению безопасности на дорогах. Елизавета Халикова продолжит тему. Сегодня с таким предложением выступил главный кировский полицейский Сергей Солодовников. На встрече с таксистами он попросил присутствующих помогать тем, кто обеспечивает дорожную безопасность сейчас. Сотрудникам ГИБДД и ночному патрулю. Благодаря которым смертность на дорогах в этом году снизилась со 196 до 178 человек. После сегодняшней встречи больше ста таксистов возьмутся за охрану дорожного порядка. Мы найдем возможность и отработаем механизмы предупреждения. И сообщение о той значительной информации, которая, по вашему мнению, будет считаться важной. Ну, во всяком случае, совершенно очевидно, что вы вызвали условно к ресторану, вы видите, что вышел какой-то гражданин, сел в нетрезвом виде в машину и поехал. Снабдим всех тех, кого нужно, чем нужно. Почти 30 миллионов рублей готов потратить областной бюджет, чтобы улучшить условия содержания иммигрантов. В специальном центре на улице Шинников 6А собираются делать капитальный ремонт. Напомню, этот центр нужен для того, чтобы задержанным гражданам других стран, которые находятся в России нелегально, было где дождаться отправления на родину. Информация о тендере уже размещена на специальном сайте. Первоначальная стоимость контракта 27 с лишним миллионов рублей. На эти деньги собираются не только капитально отремонтировать само здание, но и обустроить парковку, площадки для остановки, спецтранспорта и прогулок. Прием заявок продлится до 22 ноября. Работы начнутся почти сразу, как только контракт со строителями будет подписан. Благоустроить дом для иммигрантов планируют до конца зимы. На сегодняшний день в Кировской области не зафиксировали ни одного случая заражения гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре. Несмотря на это, за последние две недели с симптомами простуды в больнице области обратились около 5 тысяч человек. Из них 3,5 тысячи – дети. Вирусов гриппа в области не выявлено, потому, считаю, специалисты, что почти 300 тысяч жителей сделали прививки. О других событиях города и области в коротком видеообзоре. Развивать творческие способности школьников решили педагоги Подосиновского района. Для этого они организовали научно-практическую конференцию. Посетить ее приехали десятки учителей со всего района. Вместе преподаватели разрабатывали пособие, которое должно помочь педагогам школ и детских домов творчества в других районах области найти и развивать неординарные способности детей. Результатом конференции в Подосиновце должно стать методическое пособие с рекомендациями для учителей. Россиянам запретят гулять по лесу с бензопилой. Такие поправки в лесной кодекс подготовило Федеральное агентство лесного хозяйства. Теперь людей, которые находятся в лесу с инструментами для вырубки деревьев без разрешения, будут привлекать к административной ответственности. Предложение федеральные депутаты внесли потому, что поймать злоумышленников на месте вырубки трудно, а поправки позволят эффективнее бороться с незаконным уничтожением леса. Планируется, что штраф для нарушителей будет достигать 4,5 тысяч рублей. Оплачивать коммунальные услуги можно будет на месяц раньше. С предложением перевести их на систему предоплаты выступил Дмитрий Медведев. Это касается в том числе и оплаты газа. Для внедрения новаций в жизнь нужно будет внести поправки в жилищный кодекс. Теперь до 5 декабря Минрегион, Минэкономразвитие и Федеральная служба по тарифам должны подготовить отчет о реальности внедрения новой системы. Сейчас мы припьемся на короткую рекламу. Вот что вы увидите сразу после нее во второй части выпуска. Греют руки у вечного огня и не понимают, зачем в общественном транспорте кондукторы, как и зачем иностранные волонтеры, осваиваются на Вятской земле. Праздник смелых и отважных. Войска, что призваны защищать население от традиционной и химической атаки, отметили юбилей. Новый дом для рекордов. Почему вокруг спорткомплекса Перекоп разгорелся спор? Это «Давича», продолжаем выпуск. 95 лет исполнилось российским войскам, которые защищают население от традиционной химической и биологической атаки. Именно эти военнослужащие совершали подвиги, когда ликвидировали последствия взрыва на атомной станции в Чернобыле и во время наводнения в Хабаровске в этом году. Их служба опасна и трудна. В этом убедилась Антонина Бугреева. Химические войска впервые появились во время Первой мировой войны. Тогда начали применять отравляющие вещества и огнеметы. Уже в 1916 году на службе было 15 химических подразделений. В то время химические войска применяли газовые баллоны и дымные шашки, а также защищали другие виды войск. Современные войска радиационной, химической и биологической защиты в мирное время не нападают и защищают. Сегодня попасть в них непросто. Все начинается с призывного пункта. Дальнейшее распределение идет в зависимости от состояния здоровья мальчика, его образования, также наличие, вернее не наличие, а допуск его к государственным секретам. По данным начальника областного сборного пункта, большая часть призывников сегодня направляется в сухопутные войска. А уже оттуда есть шанс попасть в те, что призваны защищать от радиационной и химической атаки. Кстати, заместитель начальника управления гражданской защиты города Владимир Радченко 17 лет служил именно в этих войсках. И об особенностях такой службы знает почти все. Основная их цель это защитить войска, защитить население, объекты тыла от воздействия радиоактивных, химических и биологических веществ. Войска радиационной, химической и биологической защиты в этом году участвовали в ликвидации последствий паводка в Хабаровском крае. Героизмом эти военные отличились во время взрыва на Чернобыльской АЭС. Тогда Фанис Сафин был в числе первых химиков-разведчиков. Снимал пробу почв, замерял радиационный фон. Имея, как говорится, опыт ликвидации последствий, я даже не могу предположить, как нормальный, простой гражданин может себя защитить. Сегодня Фанис Сафин на заслуженном отдыхе. Говорит, те 58 дней, что провел в Чернобыле, не забудет никогда. Потому что работать там было сложно при 30-ти градусном морозе, не жалея здоровья. Войска радиационной, химической и биологической защиты имеют определенную степень секретности. В Кировской области такие войска тоже есть. В данный момент военные несут службу в Марадыково. Шесть иностранцев в России. В Киров приехали европейские волонтеры. Здесь они будут воплощать в жизнь свои социальные проекты. Встретиться с гостями и проверить знания английского. Кировчане смогут на протяжении почти года в областном центре культуры и туризма. Анна Мамаева убедилась, не всем на Руси жить хорошо. У немки Кристины Вагнер сегодня очередной гастрономический урок. Экскурс в российскую кулинарию. На кухне Тамары Ивановны она ученица. Хоть и приехала немка в Россию, чтобы учить, а не учиться. В России много традиционных блюд, похожих на немецкие. Но есть и такие, что не попробуешь в Германии. Например, вчера я попробовала донар. Но я не скучаю по немецкой еде, если только по хлебу. Он очень вкусный. Испытанием для Кристины в России оказалась совсем не специфическая национальная кухня, а кафе и система оплаты в них. Платить по счетам в Германии принято по-другому. Там деньги отдают в руки официанту. Кстати, чтобы иностранец знал о таких различиях, каждого в чужой стране сопровождает специальный человек – ментор. А эта Стелла поставлена в честь тех, кто погиб. Мы их до сих пор помним и уважаем. Познакомить волонтеров с Кировом, новыми друзьями и помочь сориентироваться в стране и ее странностях – главная обязанность ментора. Ольга Перевалова убеждена, отчасти именно от нее зависит, будет ли легко жить иностранцу в России. Это человек, который бы им показал, объяснил, как какие-то мелочи работают. Для нас это мелочи, допустим, как платить в автобусе. Они, может быть, этого не знают, но у них в странах это другая система. С этой другой системой уже столкнулся каждый доброволец, что приехал в наш город из-за границы. О своих приключениях иностранцев России ребята рассказывают с улыбкой. Мне понадобились новые перчатки, и тогда стало все нормально. Очень плохо дорога. Мыслим, что это почти подобное, как у нас. В Праге трамваи ездят каждые две минуты и по расписанию. Всего в Киров приехали шесть волонтеров из Европы. Здесь они будут воплощать в жизнь свои социальные проекты, проводить праздники, работать с детьми и студентами, обучать их иностранным языкам. В нашем городе иностранцы пробудут девять месяцев. Ровно до тех пор, пока на свет не появятся все их задумки. Многие ребята работают в школах, в образовательных учреждениях, поэтому, чтобы у них была работа в течение этого проекта, мы сделали этот проект в течение учебного года для ребят. Поэтому девять месяцев. И ребята из любой страны могут поехать в любую страну Европы для реализации этого проекта. Из России в том числе. За время, что проведут в Кирове, иностранные добровольцы смогут не только познакомиться с нашей страной, но и влиться в ее обыденность, почувствовать себя русскими. В России жить можно, но это большое приключение. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Александр Летова. Бюро новостей Довича. В поселке Перекоп Кирово-Чепецкого района полным ходом идет возрождение лыжно-биатлонного комплекса. Стоит ли создать на его базе спортивную школу открытого типа? Обсуждали накануне за круглым столом. В Ференцзале библиотеки имени Герцена состоялось заседание общественной палаты Кировской области. На повестке создание спортшколы на базе лыжно-биатлонного комплекса Перекоп. Как отмечают специалисты, этот спорткомплекс идеально подходит для проведения соревнований, тренировочных сборов и спортлагерей. А вот успешность создания там детской спортшколы вызвала много вопросов. Главный – труднодоступность. Поселок Перекоп находится далеко от населенных пунктов и как дети будут добираться туда, пока непонятно. К единому мнению прийти так и не удалось. Вопрос остается открытым. Из конференц-зала «Налет» в рамках чемпионата молодежной хоккейной лиги Кирово-Чепецкая Олимпия провела очередной игровой тур против белых тигров. Два матча в стенах Олимп-арены закончились по-разному. Одна победа и одно поражение. В первом случае победа со счетом 2-1 порадовала кирово-чепецких болельщиков. В составе нашей команды заброшенными шайбами отличились Илья Балаболкин и Никита Рогачев. Но во второй игре удача отвернулась от олимпийцев. В упорной борьбе белым тиграм удалось взять реванш 4-3. Следующий тур соревнований «Олимпия» проведет на домашнем льду 16 и 17 ноября против команды «Ладья». И это все, о чем мы успели вам рассказать сегодня. Напомню, что вы можете делать новости вместе с нами. Сообщайте об интересных и важных событиях в редакцию Бюро новостей Дайвича по телефону 38 48 88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...